В центре скандальной истории всколыхнувшие муромлян на этот раз оказались не люди, а звери. Ночная опасность исходит от собачьей стаи. Сторжевые четвероногие на самовыгуле и раньше нарушали спокойствие жителей одного из микрорайонов Мурома. Теперь в их зубах оказались не только чужие хвостатые любимцы, но даже и автомобили. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Город засыпает, просыпается мафия. Точнее собачья свора. И начинается охота. Пока на кошек, а что дальше, комментаторы под видео практически единодушны. Кому-то лай выгуливающихся собак мешает спать, а кто-то беспокоится за своих детей и близких. Ведь никогда не угадают, что в голове ус виду доброй собаки. А еще страшнее то, что в головах у таких владельцев, выпускающих больших собак на самовыгул, бесположенных по закону намордника и поводка. Я гуляла с кошкой на руках, и вот две собаки побежали на меня. Кошка вырвалась, убежала и все. Мы все районы обошли, обыскали соседние дворы. Так мы кошку больше и не видели. Ни ошейник, ни кошка, к сожалению. На этот раз стараниями бдительных соседей кота удалось отбить у собак. Теперь за кошачью жизнь будут бороться ветеринары. Тем временем на счету псов не только растерзанные кошки, но и даже покореженные машины. Кто будет возмещать ночной разгром, учиненный чужими зверями? И кто вернет растерзанных любимцев их хозяевам? Во Владимир мы завтра поедем на операцию мочевого пузыря. По-моему, у него там открытых ранений немного, но у него, видимо, внутри все там перебито. Потому что у него и почки прям вылазят, и в туалет он плохо ходит. Ну, в общем, не знаю я. Он еще в такой возрасте, ему уже больше 10 лет. Переживет он эти операции или нет? Не знаю. Во дворе на каштановых животных много. Все с хозяевами. Беспризорных нет. Тем не менее, кошки здесь пропадают часто. Жильцы с подозрением относятся к собакам, охраняющим соседнюю стройку. Вот только днем и ночью, по словам сторожей, предполагаемые нарушители спокойствия сидят на цепи. Голодными не выглядят. Да и по словам застройщика, за кошками бегать этим собакам уже как-то не солидно. Мы не пускаем никого. У нас на привязи. На привязи. Но на видео ваших собак узнали. Жильцы говорят, что они часто бегают у них на районе. Собака вот кошку погрызла, вот машину погрызли. Это неправда. Я не подтверждаю. Причем мне звонки-то. Если бегают, то пуска вылавливают. Вызывают, кто вылавливает собак. Моя собака привязана. Чем закончится эта история, пока непонятно. Одно ясно. До беды недалеко. Однажды у пострадавших жильцов терпение иссягнет. А виноватыми останутся только собаки. Они же и понесут наказание. Юлия Казакова, Вильяблетов. Наши новости.